Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы «Учитель Перри Стоун». Даниэла 2 глава 20 стих – это местописание, которое я буду использовать сегодня. «И сказал Даниэл, да будет благословенное имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила, он изменяет времена и лета, низлагает царей, поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным». Хочу обратить ваше внимание на три вещи. В Деяниях 1 главе Бог объявляет свою волю насчет времен и сезонов. Во-вторых, у Даниэла сказано, что Бог меняет времена и сезоны. И в Даниэла он делает это через поднятие нового лидера, который издает новые законы или меняет что-то. На этой конференции вы также узнаете, что иногда Бог использует война, чтобы менять страны. Итак, Бог меняет времена и сезоны. В книге «Экклесиаста» сказано, что у времен и сезонов есть схемы и циклы. Там сказано, что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Это 1 глава, 9 стих «Экклесиаста». Мы называем это повторяющимся циклом. История циклична. Давайте-ка поговорим об этом. Израиль был рассеян, а потом собран, и это было предсказано. Много лет назад я нашел нечто интересное в родословных Ветхого Завета. Аврааму было 130 лет, когда родился его сын, а Тераху было 70, когда родился Авраам. Если сложить все эти числа, включая два года после потопа, то от Адама до Авраама прошло 1948 лет. В истории это повторилось. Если взять год рождения Иисуса за точку отчета и отсчитать 1948 лет, то тогда появилось государство Израиля. Итак, от первого Адама до Авраама — 1948, и от второго Адама — Иисуса. До рождения Израиля — 1948. Это пример цикличности истории. В Луки 17 главе с 26 по 29 стихи сказано, «Как было во дни Ноя и Лота, так будет и во дни Сына Человеческого». Нам нужно открыть сбытие 19 главу, а также 6 и 7 главы, и посмотреть на то, что происходило до потопа и до разрушения Содома и Гамора. И все эти вещи будут повторяться. Абсолютно все характеристики того времени будут повторены. Это уже происходит в наше время. Я также уже давно понял, что предсказания связаны с числами. Например, важное библейское число — это 7. 40 — это число испытаний. 50 — это юбилей. Книга Левит, 23 глава. Именно там говорится об этом. 70 — связано с Вавилонским пленом. Еще было 70 старейшин. 70 членов Синедриона. А если посмотреть на 8 главу Даниила, то в очень старых библиях на полях упоминается ангел чисел Помоний. Это ангел, контролирующий числа, данный Даниилом. Там сказано, один святой сказал другому. Но на самом деле в оригинале стоит слово не «святой», а «ангел», контролирующий числа пророческих событий. Попробую объяснить вам, как это работает. Приведу несколько очень интересных примеров. Число — 7, о котором мы уже с вами говорили. Иисус Новин маршировал вокруг города 6 дней, а на седьмой день стены Иерихона пали. Затем это повторилось в истории. Война 67-го года в Израиле. Эта война длилась 6 дней. На седьмой день она закончилась. Помните? И Израиль захватил весь Иерусалим, Западный берег, Газу и Синайскую пустыню. Две разные войны, но в обоих случаях победа на седьмой день. Это повторяющийся цикл. 40-летний цикл. 1948 год. Далее, в 88-м. В 88-м году евреи стали возвращаться из России. Помните? А это есть исполнение слов Иеремии и Исаии. Они покинули северную страну ровно через 40 лет с того момента. 50-летний цикл. Давайте посмотрим на него. 1898-й год. Произошло собрание, предсказавшее, что через 50 лет Израиль станет государством. С 1898-го по 1948-й прошло ровно 50 лет. 50-е это число юбилея. 14-е мая. Помните это число? Тогда Израиль снова был провозглашен государством. Есть еще один цикл. В 1917-м году, в конце Первой мировой войны, была написана декларация Белфора, разрешающая евреям вернуться в Плестину. И ровно через полвека, в 1967-м году, Иерусалим, разделенный между двумя странами, стал столицей Израиля. Эти числа очень важны во время пророческого цикла. То есть, когда предсказание должно исполниться, или когда начинаются события, ведущие к исполнению оного, вы увидите, что числа играют важную роль и имеют особое значение в цикле. Без цикла такого эффекта не будет. Затем идут 70 поколений. На этой конференции я буду проповедовать очень серьезное послание о 70-й годовщине Израиля. Я не изучал эту тему. Дух Святой проговорил ко мне и показал мне это. Поэтому позже мы поговорим с вами о числе 70 и его значении в последнее время. Давайте поговорим о параллельных пророческих датах. Очень часто знаменательные даты в истории Израиля повторяются. Например, девятый день месяца Авив — это день возвращения Саглидатаев, когда после их слов люди впали в неверие. А еще девятого Авива в Вавилоне не сожгли храм дотла. А еще девятого Авива римский легион пришел в храм и тоже сжег храм дотла. Также в еврейском календаре очень знаменателен месяц Аир. Но есть очень важный день, и я хочу показать вам, сколько важных событий в месяце Кислев, который обычно выпадает на декабрь. 24-го числа этого месяца, напоминаю, это месяц Кислев, забудьте о нашем календаре и о 24-м декабря, даже не вспоминайте. В еврейском календаре 24-е число месяца Кислев может выпасть на 1-е декабря или позже. Итак, в еврейском календаре 24-го числа месяца Кислев статуя Зевса была занесена в храм и осквернила храмовую гору в Иерусалиме. Это было во 2-м веке до н.э. В тот же самый день, тремя годами позже, храм осветили Маковеи. А восстановление храма после Вавилонского плена под руководством Ездры, Агея и Ни-Инии началось в тот самый день. Согласно многим мессианским ученым, Иисус был зачат в районе 24-го Кислева, примерно на Хануку, праздник света. Кстати, 24-е число месяца Кислев — это также Ханука в еврейском календаре. Она всегда празднуется в этот день. На Западе у нас есть традиционное время для празднования Рождества. Кому-то это нравится, а кому-то нет. Но я не доверяю никому, кто пытается помешать людям радоваться Богу и Его проявлениям. Если вам что-то не нравится, это ваше дело. Но если другим это нравится, то, пожалуйста, оставьте их в покое. Я так давно раздражаю людей, что я к этому уже привык, и меня это больше не цепляет. Если Иисус был зачат примерно на Хануку, то если перемотать вперед на 270 дней, получается, что Он родился на праздник труб. Разве это не удивительно? Кто-то даже говорит, что это мог быть праздник кущий, потому что Иоанн написал, «Слово стало плотью и обитало среди нас». А греческое слово «обитало» — это то же слово, что «искиния» или «шатер». Вот еще один интересный пример. Также 24-го числа месяца Кислев, в нашем календаре это 9 декабря 1917 года, генерал Аланби въехал в Иерусалим и отвоевал его у Османской империи после 400-летней оккупации. Бои шли с 1914 по 1917 год, и в тот самый день, кстати, вы заметили, что эта дата связана с храмом, восстановлением храма и освобождением Иерусалима. Я назвал вам лишь несколько событий, но этот месяц в еврейском календаре полон удивительных событий. А теперь давайте вернемся к нашей теме, а именно к значению 5779 года. Если вы еще никогда не слышали учения на подобную тему, то я не могу сразу перейти к теме, а немного объясню вам ее. В еврейском алфавите 22 буквы, и они читаются справа налево. Вы, конечно же, знаете об этом. У каждой из букв есть свое число. Алиф — это 1, Бет — это 2, Гемель — это 3, и так до последней буквы. Итак, у нас есть буква алфавита, еще есть арамейская, написание каждой буквы, и ее числовое значение. Если вы посмотрите внимательно, то увидите число над каждой буквой. После числа 10 не идет 11, 12, 13, как у нас, а сразу идет 20, 30, 40, то есть, вы заметили, идут десятки, ну и так далее, так до 100. Если вы видите две буквы с числом 20, то это потому, что одна и та же буква имеет два разных произношения. Это видно в случае с буквой Бет или Вет, Каф и Хаф. Не хочу вас запутать, но в левом верхнем углу вы можете увидеть числовое значение каждой буквы. Мы берем число 5779 и переводим его в буквы алфавита. Хочу привести вам два примера перед тем, как мы перейдем к глубокому изучению. Вскоре вы увидите очень важные вещи, которые связаны с этим годом. Напоминаю, это 5779 год. Я проверил все, что об этом годе сказано в интернете, и 80% всей информации взяты из ниоткуда. Я не знаю, откуда они взяли вообще эту информацию, она неверная, поэтому будьте осторожны с той информацией, которая попадается вам под руку. Я покажу вам две вещи, которые шокировали меня, ни больше, ни меньше. Если сложить эти числа, то получится еврейское слово. Помните, я рассказывал вам о 45-м президенте? 45 — это мэм и хэ, и это означает слово «что», причем именно вопросительное слово. «Восклицание?» «Удивление?» «Что?» И я говорил вам, что после выборов все будут говорить «что?» «Как это произошло?» Помните, чтобы после этих выборов так говорили? И я хочу показать вам нечто особенное об этом годе в еврейском календаре. 5779. Последние 40 минут этого послания, я открою вам всю глубину этой темы. Прежде всего, хочу напомнить вам, что есть еврейский и языческий календарь. В 2019 году я возьму 10 и 9 и покажу вам другую сторону этого года, но тогда вам нужно приехать к нам в январе. Я буду говорить об этом в январе, а сейчас мы поговорим о еврейском календаре. В прошлые года, используя языческий календарь, я говорил, что нас ожидает. Я приведу вам несколько примеров, чтобы вы поняли, о чем я. Итак, 2012. Два — это буква «бет», которая символизирует «дом», то есть это год «дом». Именно в этом году мы начали строить дом для нашего служения. 2013-й был годом верблюда, и мы проповедовали о том, что верблюда принесут благословение. В этом году наше служение получило самые большие пожертвования за всю историю своего существования. Мы ни в чем не нуждались. Вы ведь помните это? Да, пришли наши верблюда. 2014-й год дверей. В этом году перед нами открылось множество новых дверей. В этом году мы вышли на телевидение Украины, поехали в Израиль и получили множество новых возможностей. 2015-й был годом жизни и Божьего имени, и в этом году все должно было идти по кругу. В этом году один человек стал говорить, «Перри, я построю твое служение». Мы объединились с его организацией и создали Международную Школу Слова. Оглядываясь назад, я вижу, что все произошло именно так. 2016-й год символ этого года — крюк. Он символизирует новые связи от Бога. Именно так и было в нашем служении. Я считаю, что это работает в вашей жизни, если вы это принимаете. Все как из Библии. Если вы принимаете слово, то оно работает, а если вы не верите, то оно не работает. Вы же понимаете, что если вы не верите Библии, то она не будет работать для вас. Затем идет очень смешной случай. Мы смеялись над ним весь год. В 2018-м я стоял за этой кафедрой, и мы стали разбирать букву «Хэт». И эта буква означала рождение. То есть, это год, когда в вашем доме появится новая жизнь. я сказал, что в этом году в нашем служении родится больше детей, чем когда-либо. И забеременели 14 женщин. Ну, а теперь давайте перейдем к году 5779-м. Будьте внимательны. Мы поговорим о числах, буквах и их значениях. Это очень и очень важно. В прошлом году в сентябре мы вошли в 5778-й год. А в этом году мы входим в 5779-й год. Мы с вами сфокусируемся на девятой букве. Итак, девятая буква это еврейская буква «Тет». Я произношу ее по-английски «Тет». У нее много произношений. И не говорите мне, что она произносится как-то иначе. Я буду произносить ее так, как она выглядит для англоязычной аудитории. Итак, буква «Тет» равна девяти. Запомните, что мы будем делать? Я покажу вам библейские упоминания буквы «Тет». Затем я расскажу вам о числовом значении буквы «Тет», а потом мы рассмотрим символы, стоящие за этой буквой. «Пять тысяч семьсот семьдесят девятый год». Мы не берем во внимание число «пять тысяч», потому что нет букв, символизирующих числа «тысячи», «две тысячи», ну и так далее. Поэтому мы не берем во внимание «тысячи». Их не считают. В раввинских школах и учениях мы разбираем лишь «семьсот семьдесят девять». Вот как это можно сделать. Можно отдельно разобрать «семьсот», «семьдесят» и «девять». Если вы заметили в таблице, не было числа «семьсот». Но в еврейском алфавите есть пять букв с так называемой «конечной формой». Часто их ставят в конце предложения. И у них есть числовое значение. Если мы возьмем «семьсот семьдесят девять» и разобьем на «семьдесят», «семь» и «девять», то вот, что очень странно. Из трех этих букв получится еврейское слово. Тут нужно прийти «восторг», не больше, не меньше. «семьсот» — это «шин», «семьдесят» — это «аин», «девять» — это «тет». Так получается слово «шаат». Оно означает «наступать» и «растоптать» «копытами коня». Вы вдохновляетесь? И вот я говорю себе, «семьсот семьдесят девять» — это слово, которое означает «наступать» или «растоптать» «конскими копытами». Надо об этом подумать. Я начал размышлять и пришел к выводу, который может многим не понравиться. «О, Боже, можете сказать, вы только не такой год, пожалуйста, не надо». Но у этого числа есть две стороны. Это число с двойным значением. Оно означает «врага, использующего сражение, чтобы утомить вас или замучить вас». Я вас не слышу? Поговорите со мной. Послушайте, у Даниила в седьмой главе сказано, что он будет изнурять святых. Существует даже изнуряющий дух. Знаете, что пытаются сделать СМИ? Вы вообще со мною? Где же ваша реакция? Итак, СМИ приносят так много негативных новостей и столько ненависти, чтобы утомить умы Божьего народа. Они пытаются, и я хочу сказать об этом, пока у меня есть свобода. Ее может не быть уже в 2020 году. Скорее всего, мы лишимся ее. Но я вижу стратегию левых либералов в том, чтобы бить, пока они не утомят людей. Они не хотят, чтобы консерваторы приходили на выборы. Они хотят утомить вас, чтобы у вас пропал интерес к выборам. Это их стратегия. Она продолжается долгое время, и вы это уже заметили. И вот стих, над которым я стал размышлять после фразы «наступать и топтать». Это Иеремия, 12 глава, 5 стих. Итак, если 779 разбить на 779, то получается конфликт, в котором враг пытается вас утомить. Но для начала давайте посмотрим стих. Если ты бежал с пешими, и они тебя утомили, то как тебе состязаться с конями? Если ты чувствуешь себя уверенно только на открытом поле, то что же с тобой будет в зарослях у реки Иордана? Конфликт, в котором он пытается довести вас до изнурения. Мы недавно вошли в Новый Еврейский Год. Когда это было? Недели две назад. Скажите честно, кто из вас уже успел пережить странную усталость, непривычную для вас? Вы хотите сказать, что это будет плохой год? Нет. Продолжайте слушать. Давайте поговорим о числе 9 и символизме, который в нем сокрыт. Это крайне важно. И если у вас уже было давление за последние 2-3 недели, я попрошу вас поднять свои руки. У кого это было? Видите? Почти у всех. Итак, 9-я буква — это буква Тет. Это наименее используемая еврейская буква из всех 22 букв алфавита. Однако она часто встречается в истории о сотворении. Сейчас я расскажу вам, где именно. Оно упоминается в бытии, когда Бог создал свет и увидел, что это хорошо. Слово «хорошо» на еврейце — это «тов». Кто из вас слышал такие слова «бокер-тов»? «Бокер» — это «утро», а «тов» — «хороший». «Бокер-тов» означает «доброе утро». Обычно, когда евреи здороваются с вами, они говорят «бокер-тов» — «доброе утро». В книге «Бытие», где впервые встречается эта буква, она находится в слове «хорошо», которое Бог произнес целых семь раз. Когда Бог смотрел на свое творение, он видел, что это «тов» или «это хорошо», и далее он говорил «хорошо», а потом «очень хорошо». Это было незабываемо. По нашим данным, это было величайшее главное событие за все 32 года. И у нас есть аудио и видеозаписи для наших телезрителей. Я произнес там пять проповедей. Пророческое знание еврейского года. Я разобрал этот год на основании букв алфавита и рассказал о том, что следует ожидать от этого года в духовном, политическом и пророческом плане. Вам нужно услышать это потрясающее откровение. Затем был код Соломонов. Сотни зрителей говорили о том, что это было очень сильное послание в моем исполнении. Используя символы и прообразы, я рассказал о трех людях, которые строили скиния для Бога. Вы узнаете о том, как небеса утратили свою песню, когда Давид вернул эту песню на землю. И как вы, через хвалу и поклонение, можете вернуть песню небес Богу. Вам нужно это услышать. Еще одна тема, будет ли церковь проходить период великой скорби. Мы поговорим о времени прихода Господа. Многие люди считают, что он вернется после скорби, а я на примере Писания покажу, что он придет до скорби и укажу на слабые места других учений. Вы увидите, что эта истина есть в Библии и поймете, что Иисус придет до начала скорби. Затем я учил о пророческом сигнале тревоги. Мне стало интересно, почему после провозглашения о том, что посольство США возвращается в Иерусалим, весь ад восстал против администрации президента. Я увидел подобные вещи в книгах Даниила, Ездора и Неемии. Писание говорит, что стена будет отстроена в самое беспокойное время. Вам нужно услышать это пророческое послание. И последним было сокрытое послание от ангелов, освободивших Лотов. Я покажу вам, что в словах, которые ангелы говорили Лоту, есть послание и для Америки. Они предсказали Лоту то, что будет в США и других частях мира. Я хочу, чтобы вы заказали себе эти проповеди. На диске также есть проповедь Рона Карпентера, ваша книга судьбы на небесах, Сидора Бишопа, будьте свободны, и Марио Марула, станьте вооруженными и опасными в духе. Все эти восемь посланий входят в один альбом. Вы можете заказать CD за 55 долларов, а DVD за 95 долларов. Звоните нам или заходите на наш сайт. Пусть Бог обильно благословит вас. Очень важно, чтобы вы услышали эти послания. Мы редактировали их для телевидения, а вам предлагаем полную версию. Закажите этот набор, и он изменит вашу жизнь. Я вам это обещаю. Сейчас я нахожусь на территории Омега-центра, который является нашей штаб-квартирой. Сегодня у нас прекрасный день, а я молюсь, чтобы весь этот день был для вас прекрасным. Мы молимся за всех наших партнеров и друзей. Пусть Господь даст вам благоволение во всех сферах жизни. А еще вы каждый четверг можете присоединиться к нашей молитве в прямом эфире. Присылайте свои просьбы, и мы будем молиться за вас. Молитва — очень важная часть нашего служения. Наше расписание с 25 по 27 января город Джексонвиль, Флорида, Саммитон, Алабама с 1 по 3 февраля. И впервые мы побываем во Фловуде, Миссисипи, 23 февраля. Более детальное расписание вы найдете на нашем сайте. Также хочу сообщить, что скоро в эфир начнут выходить 38 программ, которые мы записали в Израиле. Поэтому не пропустите. Это будут новые выпуски. Смешно, но люди запоминают мои наряды. Если я надеваю их слишком часто, они думают, что это повтор программы. А вот смотрите, Перри снова в этой рубашке. Поэтому мне приходится покупать новые рубашки для каждого тура на Святую Землю. Пусть Бог благословит вас. Спасибо за ваши молитвы и поддержку служения. Увидимся через неделю. Мы с семьей приглашаем вас присоединиться к празднованию моего 60-летия на новеньком норвежском круизном лайнере. Это будет круиз по Аляске. Он пройдет с 23 по 30 июня 2019 года. Для получения более детальной информации зайдите на наш веб-сайт. Забронируйте себе место. Во время этого круиза вы услышите мои проповеди и сможете познакомиться со мной и с Пэм. Мы прекрасно проведем время вместе.